Субтитры делал DimaTorzok 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 Был канал ФАК, у нас там такая группа из десяти красивых девушек пошли туда все, потом работали в фахах, причем не только в Казани. Потом была Роман Германская биология, ну и где-то там стратичная, ну уже на третью версию ФАК и так далее. В общем, на психологию я пошла одна. Пошла, пришла и между прочим сдавала биологию в качестве ступительного экзамена. Тогда я подумала, что-то в этом есть, в этих основных мирозданиях, в том, что, конечно, внутри совершенно не имеет основного никакого отношения к духовности. Что-то такое есть, это меня зацепило. Ладно, прошло пять лет, и в рамках этих пяти лет, вы знаете, директор ныне существующей международной школы Ния Смонсомич, он рассказывал учебную притчу на комнате из форума. Я вам сказала, рассказывал историю о том, как один из учеников современной школы добился высоких результатов в области науки научной деятельности. И вот ему задали вопрос, вот вы как директор школы, что вы сделали для того, чтобы ваш ученик этому добился? На что вот, на мой взгляд, извините, моя личная точка принят, я услышала меня и я говорю, что ничего не было, потому что вы ему не мешали тем, кто он есть, и заниматься тем, что ему интересно. Может быть, в какой-то части, да простят меня, когда не лидерального университета, наверное, отчасти эта история про меня. Потому что все, что вы тут услышали в рамках тех заветных легалей, которые дают мне право стоять сегодня здесь, наверное, отчасти университет в моей жизни не мешал, не мешал говорить. Я увлекаюсь. Я танцую больше 22 лет. Сейчас я преподаю, я выступаю в роли переграфов, наставников, мои ученики добиваются результатов нечего, еще рвусь иногда на какие-нибудь соревнования, чтобы снова доказать, что я в семье. И это происходило всегда. Происходил в тот момент, когда мы изучали социологию, происходил в момент, когда мы изучали личностную психологию. Это происходило тогда, когда мы изучали лягушек, в этом здании, между прочим, и спасали редких мышей. И главное, что это было все вместе. Знаете, почему я вступила на психологию, а не пошла, ну, как бы, было логично, наверное. Будучи мастер-испорт, уже тогда танцуя в профессиональном коллективе, нужно было пойти, ну, как карьеру, да, устроить вот там, в тотус я съездила, подразумевала, приехала, мы не в этом стоим. Наверное, нужно было пойти получить высшее образование в области географического искусства. Но нет ведь. Что нас подогревает? Амбиция. Я думаю, да. Наверное, никто не думает, что мастер-испорт, художник, гимнастики и танцовщица, садистов-то уронит уже, между прочим, умеет еще и хорошо говорить и думать. Я вам честно признаюсь, моя задача вам показать вот прям вот так, вот прям вот, пьем какой-то, что я могу, хочу, умею учиться и могу это делать лучше, чем многих из тех, кто не занимается физическим совершенствами. Давайте так назовем. И это дало мне вот такое, знаете, такое, ну не волшебная пенсия, конечно, простите, но жарко, но тем не менее, такую стартовую скорость, которую мне хватило на 5 лет и на самом деле хватило на всю мою старшую жизнь. Потом была высшая школа экономики, потом была управленческие деятельности. Я до сегодняшнего дня работаю с компанией «Паник фитнес», занимаюсь управлением и стратегией развития всего фитнес-депорта. Поэтому мне все спрашивают, ну зачем ты занимаешься? В нашей стране нельзя учесть, что я танцую. Нельзя. Потому что я понял, что ты танцуешь, но занимаешься ты чем? Это не такой вопрос. Поэтому у меня для нужной ситуации есть нужная работа, а вообще я танцую. И еще, мне, знаете, я когда пришла в аудиторию, заметил такой момент, что я буду стоять здесь, на сцене, лицом к тем людям, а я себя реально ощущаю такой же, как вы, понимаете, вот в этом весь парадок. Хотя я не люблю, знаете, какое-то такое внутреннее несоответствие. Вот это вот какое-то наигранное маложалость. Там я какого-то лакарейку набрасываю, я сразу поцелюсь там. Но тем не менее, внутренняя вот эта энергетика, которая очень студическое, временно, прямо она такая яркая, острая, живая, четкая, точная, но мне так близка. И она до сих пор у меня там. И я думаю, что будет еще новый этот долгий период времени. А возможно, стоять сейчас здесь, а вы знаете, я так думаю, интересно что было, ребята, интересно послушать. Поэтому не стало, ну, у меня тут никакой презентации не будет, а еще мне еще показано. Потому что здесь мне, уважаемые организаторы, помогли с вопросом. И я здесь еще несколько минут своего выступления, я бы уже потеряла очень времени, если я, конечно, что я все успею. В общем, если что, то мне мои вопросы, то у меня там осталось. Я пройдусь по нескольким вопросам. Ну, сколько успею, в общем, на все отвечают, на те отвечают. На какие я не успею, ну, найдете меня в социальных сетях. Итак, какие советы вы хотели бы дать студентам? Никаких советов я бы дать не хочу. По причине того, что мои советы, они вам не нужны. Я вообще человек из другой эпохи. Когда я пришла в этот мир, у меня было несколько телефонов, и интернет, и вообще отражалась только электронная почта. Поэтому мои советы, моего личного бизнеса опыта, вопросы, потому что это не актуально. Они вам никак не помогут стать лучше. Поэтому, извините, если вы пришли от меня секретовый ингредиент, его нет. На что бы я обратил внимание, если бы кто-то стал студентом первого курса? Какое красивое здание, я хочу здесь быть. Наверное, на это. Как понять, какой сфер деятельности выбрать? Слушайте себя, лучше вас никто не знает. Занимайтесь тем, что интересно, занимайтесь полной самоотдачей. Это единственная вещь, которая делает вас успешным человеком. С полной самоотдачей. Не по чуть-чуть. Не вот так вот. А наладо этим уже все занимаются. Так как это последнее занятие, самое главное занятие вашей жизни. И не нужно с того. Что именно делать для того, чтобы прийти к тому, кем являетесь сейчас? Делала все. Все. Левушек резала, выступала, танцевала. Выступала на международной потененции в городе УФА. А у меня даже есть публикация. Между прочим, ездила гораздо поддону. И делала все. Поэтому абсолютно соглашусь с первым зрителем. Делайте все один и лишнее. Когда это окажется лично, вы пойдете. Самое точное, что вы сделаете, это вы сами. Какие друзья стояли на вашем руке, обратили своего «Я»? Вот такой замечательный вопрос. Упадете, а я обрела в три года. Ну, такое, да? У меня коллега не кипает в голову. Когда ребенка говорит «Я»? Вот с одного уже нет. Так что мы его обрели еще за долг до того, как мы встретили первую трудность. Я не теряла. Я бы хотела сказать для начала. А те трудности, которые мы переживаем, наверное, они нам даны для того, чтобы мы точно поняли, кто мы есть на самом деле. И это всегда проверка. Вы знаете, говорят, ну, скажем, в религии, да, что Господь Бог посылает те испытания, которые человек может пережить абсолютно согласно с этим условиям. Нет испытательных ситуаций. Вы совсем можете справиться. Потому что человеческое существо, оно уникальное. У него очень сильное биологическое начало. Три составляющие в основном. Питание, продолжение рода, доминирование. Ну, а дальше о том, чтобы накрутить свой мозг благодаря Казахстанскому государственному университету, федеральному университету, благодаря знаниям, социальной позиции, благодаря вашим отношениям, благодаря вашей свободности, ну, тут уже, тут все ваши перспективы, шаги раскрыты. Берите, сколько сможете взять. Идем дальше. Помогли в знаниях полученных средств. Помогли. Как дадёшься успеха? Вы знаете, вот он мне говорит, «Вы дадёшься успеха». Да нет, это дадёшься успеха. То есть, я какой-то такой некий стопор получается. С одной стороны, это приятно. Знаете, честно так, по-человечески и по-женски приятно. Я думаю, что вот тебе там. А вот ты смотришь на Инстаграм, и у тебя четыре с половиной тысячи отмечено. А вот 36 миллионов. Ну, давай за вас успех. У меня не у того, кому 36. Ну, во всяком случае бывает. Поэтому, если вы считаете, что я дадёшь успеха, то мне казалось, что федеральный ответ очень мало, отвечает, как это нужно отвечать. Какую роль в жизни сыграло образование? Или какую роль в жизни сыграло образование? А следующий вопрос точно в мой адрес. Как в КФУ можно развивать изобразительное искусство? Уважаемые, я не знаю, как я задавала вопрос. Рисуйте. Много. Объединяйтесь сообществом. Подходите к тем людям, которым тоже интересно рисовать. И я думаю, что именно у вас получится развить изобразительное искусство. Пожалуйста, это правильно подождите. Каковы? Так, после света я уже сказала. А, вот, замечательный вопрос. Это просто часть моей жизни. Поэтому мне кажется, об этом можно поговорить. Лучше работать на высокой должности? На диагнозе или на себя? Это вообще разные вещи. Вы знаете, как бы иногда видишь, как люди, которые уже выпустившиеся из высших лечебных средений, они готовы, вот уже страх, быть самыми главными, мы должны быть управленцами, а еще лучше создать с ними. Всему свое время. Тот опыт, который вам хочется перенять у тех людей, это их личный опыт. И они прошли его по шагу, день и за дня, проживая свою жизнь и совершая их как с полной самоотдачей. Поэтому, что лучше? Больше 12 лет я работаю наемом сотрудников компании. И я занимаю высокую позицию в топ-менеджерской составе. Я в дорожной компании «Молодец фитнес» и «Молодец фитнес». Я помню очень прекрасный момент, когда мне хотелось, чтобы я помню вводила все «Молодец фитнес». Вот все, причем в Казани, в Москве, в Пентербурге и в других городах, у меня такой гигантин пылок. Ну, вообще, слава Богу, что прошло. Потому что не в этом суть. И абсолютно знаю, что я занимаюсь своим делом. Я работаю с людьми. Я понимаю, мне нравится совмещать несовместимое. И именно поэтому вообще такие проекты должен проводить мужчин. И вообще, и вообще, и вообще. Социальная жизнь – это мужская жизнь. А наша жизнь – это цены наших другов. Поэтому по прошлому мое предложение, что лучше – работать на дядю или работать на себя? Попробуйте и там, и там. Но то, что тот опыт, который вы получили в работе на Капотах, в качестве наивной работы, ничего общего не имеет в собственном личном проекте. Вот сейчас, в феврале месяце, в Казани придется ему личный проект. Ну, прям, проект. Мотивация всегда до личного развития. При всем этом, что, ну, как-то, казалось, даже для человека активный, интересующийся, поступающий в это что-то, творящий ежедневно, в принципе, логически было ожидаемо появление такого проекта. И вот он появился. И я, когда я уверенная, пришла так, думаю, ну, все, я лучше на работу. И теперь узнаю, что я вообще ничего не знаю. Потому что, когда мы с вами начинаем строить свою личную историю, которая не имеет аналогов нигде, нам не могут спросить, как сделать. Невозможно выставить на почту, как такой-то логон, которыми подвесить должностную инструкцию, как большая компания, не прийти и приставить с такой же инструкцией, прописать с коллегой, и вдруг сотворить нечто новое, чего еще не было. Это совершенно другая ситуация. Это другая атмосфера. Это очень глубоко. Это очень индивидуально. Поэтому, когда вы наберете в свою индивидуальность столько сил, столько энергии, столько знаний, вот тогда – welcome, друзья мои! А, собственно, это причины. Вы можете этим всем делиться. Когда вы будете готовы предъявить свою индивидуальность в мир. Ну, вот тут дальше вопрос как-то повторить. Насколько сложно найти себе талант? Талант вас уже нашел. Абсолютно каждый человек индивидуальный, абсолютно каждый человек талантлив. Просто самая большая вреда на одной из них заключается в том, что мы как-то неуверенны. Вы знаете, как до семи лет мы вообще знаем все по себе. Вот до семи лет. А потом как-то мы пойдем в школу, какие-то другие учебные заведения, и нас отпутывают прям как сильно-сильно отчаянно, как пытаются запутать в мозги, что мы потом лет в тридцать начинаем ходить обратно к своей индивидуальности. Думаю, а что же мы на самом деле-то хотим? Ну, хорошо, я давно работаю в этой высокой работе, получаю хорошую зарплату, а этого ли я хочу? Так что, друзья мои, слушайте себя, занимайтесь интересными лично для вас вещами, занимайтесь ими, в полной самой задачей занимайтесь образованием, так как будто это ваша самая главная задача в жизни. Потому что для этого у вас сейчас самый нужный период. Он пройдет. В тридцать пять уже не надо учиться, друзья мои. В тридцать пять надо пользоваться тем, чем вы владеете, как раз в том возрасте, когда ты есть сейчас. И вы знаете, вот что я еще хотела сказать. Каждый мой ученик, приходя на тренировку, говорит такую фразу. Но она связана с тренировочным процессом. Ну, мне кажется, абсолютно можно и применимо к любому делу, которым вы занимаетесь. Каждая моя тренировка – это шаг на пути к достижению высшей точки проявления моих духовных и физических качеств. А это значит, что я буду тренироваться с плациметрированной и с плотной самой задачей. Именно этого я вам желаю в стенах Казанского федерального университета. А что у него мощнейший поток энергии? Мы первым делаем вас, чтобы вам помочь, одним вопросом. А потом будет небольшая приятность. Значит, вопрос заключается. Это мой личный вопрос. Я думаю, что это российский, потому что, в принципе, довольно интересная часть была еще. Но, я знаю, что у вас большая история. Как вы все успеваете? Этот вопрос самый насущий, да? Вы знаете, потому что из всего того переживания, которое мы озвучили, это значит, и спорты, и личные проекты, и семья, и грязь. Как вы все успеваете? Я скажу еще мне одну правильную вещь. Главное в жизни женщины в моей жизни – это смерть. У меня трое детей. Ваша дочь исполнилась одиннадцать. Вы знаете, если бы у меня не было моих детей, и мне не пришлось пройти этот путь материнства, я бы вообще не тому, что и способна. Мой супруг, вообще вся моя жизнь создана для того, чтобы он достиг, добился, он был самый главный в моей жизни. А я отталек cooperation занимаюсь и этой вдовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный выдавок субтитров, как сбились. Господа, ваши спорты сметные! Главный директор Казахстан! Главный директор Дарху истории Казанский федеральный университет также занимал это место в вашей жизни. Возможно, вас будет заседать. Спасибо.